Дорогие все, во-первых, у нас есть домашнее задание номер два. У него, как и в прошлый раз, два дедлайна. У них есть странные особенности. Ну да, есть некоторые особенности. Дело в том, что они уже прошли. Они уже прошли. Да, но я исправлю. На самом деле, автор хотел сказать 0.3. Смешная шутка. Надеюсь, вам понравилось. Вот, ну, в общем, через какое-то время она обновится. Как обычно, оно немножечко побольше, чем прошлое. Поувесистее, я бы так сказал. Так что примите этого внимание. Оно по всем темам, которые... Буквально всем темам, которые мы прошли. То есть, там есть байосовский вывод, конечно. То есть, там есть байосовский апдейт, есть доверительные интервалы, есть эмпирическая байосовская оценка. То, что я так вспомню из главы. Сейчас. Давайте я проверю. Да, вроде как, это байосовский апдейт. Байосовский апдейт и построятся доверительные интервалы. Байосовский апдейт нормального распределения. Какая-то лабуда. И дальше эмпирическая байосовская оценка. Ну и вот место для рефлексии будет, как и в прошлый раз. Вот. А что-то у вас так много. Я, конечно, всем рад. Просто... Нет, просто неожиданно для меня немножечко. Я считаю, что на прошлом занятии мы обсудили марковские цепи и хакерскую статистику. Неплохо для одной пары, я считаю. Нам потом... Теперь нужно будет обсудить метод Монте-Карло. И как они соединяются. И я приведу первый пример того, как это делается. В РМС. А потом, видимо, в следующий раз мы будем обсуждать... Вообще там как бы оказалось, что у нас не очень много пар осталось. То есть у нас как бы еще два понедельника. Вот насколько я так полагаю. Может быть, три. Ну, может быть... Ну, мне кажется, почему-то два. И еще одна на вашем месте. Вот это зависит. Ну да, будет, но какая-то легкая. Потому что там бедному ассистенту проверяют. Все такое, в общем... 28 февраля еще будет. Ну вот... 7 марта еще будет. 14-е. А, 21-е. А, подождите. Это уже что-то много. Ну вот я как-то посмотрел. У меня там получилось 28-го есть, 7-го есть. А дальше как будто бы все. А, 7-го? А, 7-го? 7-го против была. Получается, 14-го как бы не стоит пара. 21-го тоже. По крайней мере, у меня. И вот получится, что 7-го мы как бы и закончим. А это значит, что... Это значит, по-моему, что у нас еще раз и два понедельника. Вот. Меня это даже устраивает. В целом, как бы, не какая-то катастрофа. Потому что это было в какой-то момент, почему-то во время пандемии, все шло медленно, но еще и количество партов почему-то сократилось. Но это не страшно. В общем, следующие два понедельника я предлагаю посвятить регрессиям. И одна... Ну, собственно, мы будем обсуждать, наверное, в следующий раз будем обсуждать логистическую регрессию. И важно, что я постараюсь вам объяснить ее вне временного. Ну, в смысле, абстрактно, а потом, как ее считать, байсовски и фреквентистски. А может быть, бесфреквентистски, я не знаю. Но, скорее всего... Но это, на самом деле, одинаково, так что, с точки зрения кода. А что у нас всегда будет логист-процентком, получается, на основе с блогом домашнего? Вот я надеюсь, что все-таки, так как у нас там, конечно, не будет пар, но чтобы делать домашнюю работу, вам же не нужны пары, правда? Вот. В результате я считаю, что где-то 12 марта вы закончите счастливо делать одну домашнюю работу и сможете поразвлекать себя другой. А этот самый начинается... Правильно я понимаю, что сессия начинается в марте, типа, 25-го, да? Вроде сессия начинается. Так что вот вы как раз... Сейчас, это уже апрель. Март. Соответственно, вот вы 12-го расслабитесь. Тем более, что это будет просто... На самом деле, весь напряг будет до 7-го, потому что дальше вам просто за неделю нужно порефлексировать. Надеюсь, что вы найдете минутку для своего психологического здоровья. И потом у вас будет еще 2 недели на то, чтобы сделать еще одну домашнюю работу. Но там она будет прямо крошечная. В смысле, это будет одно задание. Так что не переживайте. Одна тема? Ну, думаю, что да, одна тема. На тему? А, на тему. Либо логистической регрессии, либо регрессии со смешанными эффектами, либо их какой-то мердж. Я пишу, что 28 марта по 3 апреля сессии. Ну вот, соответственно, тогда вы 25-го сдадите домашку, например, или 24-го. Ассистентка офигеет и быстренько проверит. Какие радости. Ну, там всего одно домашнюю задание. Ну, как бы одно, а это будет не так сложно. И, собственно, все. После этого я попрошу поставить, ну, например, на 1 апреля будет веселый день. Я постараюсь поставить на этот веселый день экзамен по статистике. И, соответственно, концепция там примерно такая, что, ну, я страшно не люблю людей, которые приходят на экзамен. Поэтому там этот экзамен сложный. Поэтому, если вас не устраивает оценка, конечно, приходите. А так, пожалуйста, делайте домашние работы. Это вы можете делать приятной компанией своего чая в постели, все такое. В общем, как вам удобно. Вот, так что я всячески всех призываю не идти на экзамен. Но если вы очень мечтаете, то вы можете прийти. Вот. Собственно, метод Монте-Карло. Ну, вообще, зачем я начал про это говорить? Я сначала начал говорить про хакерскую статистику. И привел, например, вот это вот выступление Джейка Вендер Пласа про то, что можно вообще-то все симулировать или можно все зашафлить, или можно сделать бутстреп. И тогда у вас получится какая-то штука, которую можно использовать вместо статических тестов. И метод Монте-Карло на самом деле супердревний. Если что, его предложили, там, не знаю, больше ста лет назад, если что. И эта идея достаточно простая. А именно, что иногда нам не хочется, а нам сложно что-то иногда посчитать, но мы можем оценить. И оценить можно просто сэмплируя. Соответственно, из-за того, что мы можем взять и сделать кучу случайных каких-то сэмплов из какого-то известного распределения, то это нам позволит что-нибудь оценить. И хоть это звучит очень-очень странно, представьте себе, что нам нужно посчитать что-нибудь вот такое. Интеграл вот такой вот штуки. Соответственно, это х в двенадцатой степени минус синус х плюс один. Я знаю, что вы всегда мечтали такое посчитать. Всегда вот, не знаю, встаю утром и думаю, какой бы интеграл посчитать. И вот, не знаю, есть ли кто-то, кто может посчитать, кто при большом... Я думаю, что большинство из вас даже при большом усилии смогут посчитать этот интеграл руками. Но давайте считать, что... Ну просто я решил не делать монстров, но просто представьте себе, что там ещё что-нибудь более сложное. Идея, например, такая, что мы можем просто взять и сказать, да эта фигня находится в прямоугольнике. Звучит очень странно, но эта действительно фигня находится в прямоугольнике. Вы даже его видите. Он здесь нарисован. Хоть... Театр, да? Мы театр любим. Сейчас. Там уже театр... Подождите, что? О, нет. Давайте какой-нибудь новый тогда. Нет? Нет. Как вам такой? Фотография? Будьте здоровы. Белая доска вроде ничего, кстати. Немножко зеленоватая. Силь, чтобы это... В общем, белая доска или... Хотите более жёлтая или это с вами? Силь, чтобы это не было. Какие так? Ну, он не спокойно. Ну, он не спокойно. Это тропический пляж. Давайте тогда вот так устроим и успокоимся. Для тех, кто слушает записи, мы очень долго решили выбрать, какой режим проектора нам нужен. Мы поняли, что они все ужасные. Ну, ничего, обсудим это в следующий раз тоже. Вот. Так, это мы уже всё обсудили. Так, в общем, вот. Эта фигня находится в квадратике. Точнее, в прямоугольнике. И мы можем просто взять этот прямоугольник, очертить, а дальше фигачить туда кучу точек и сказать, типа, какие точки попадают, а какие нет. Я здесь беру просто унимодальное. Это не run if. Это на самом деле are unif от unified. Соответственно, это просто unif. Это распределение, которое мы с вами не обсуждали, но теперь вы увидели его. 1, E3 может кого-то взбудоражить, кому-то, что, не знаю, сознание. Но на самом деле это всего лишь такой способ записать 1 и 3 нуля. То есть я мог не пунтоваться, а просто написать 1000. Но если вам нужно будет написать 10 нулей, то это уже будет иметь смысл. Вот. И, соответственно, я такое и говорю. Ну, давайте раскидаем точек и попытаемся оценить, сколько точек попадает в нашу вот эту фигню, а сколько нет. И на самом деле, если мы это сделаем, то окажется, что из 1000 точек типа 472 не попали и 528 попали. И дальше мы считаем наши любимые доли. Вот это я тоже начал думать про это. Я думаю, что это связано с тем, что сторона, вот эта часть равна 1, а высота равна, нашу прямоугольник равна 1.2. Я думаю, что вот такая идея. Вот. И после этого мы считаем долю и обнаруживаем, что это 0.63. И если мы возьмем и все-таки научимся пользоваться функцией интеграл, то оно нам скажет 0.617, что далековато от значения. Но если мы возьмем очень много значений, видимо, вот зачем я писал там 1.e3, чтобы здесь написать 1.e7. И, в общем, если я проделаю эту операцию, то окажется, что я уже, в общем, 7.0 решают. И я уже приблизился до какого-то количества знаков к нашему интегралу. И про это был какой-то мем, но я, конечно, не буду сейчас открывать и искать его. Про чувака, который решил нарисовать себе что-то на щите и дальше таким образом по количеству стрел, которые вонзились в круг. Ну, там, в общем, по-моему, круг в квадрате. И вот эти, если по количеству стрел, которые попали в круг, но не попали в квадрат, можно вычислить число π. Это какая-то известная такая история про Монте-Карло. Что, ну, представьте себе круг, площадь круга какая, помните? πr², правильно? А если у нас круг вписан в квадрат, то у квадрата сторона какая? Что? Правильно, равная диаметру. То есть 2r. А площадь квадрата, соответственно... В серьезности, почему r²? r², да, но чего-то не хватает. 4r². Соответственно, мы можем по воткнутым стрелам понять, какое соотношение между... Ну, в смысле, как разделить 4r² на πr². Соответственно, r² уберутся, останется 4 и π. И, например, разделив одно на другое, мы получим π разделить на 4. И если мы это умножим на 4, то получим π. Вот, такая история. Ну, я не помню... Ну, в общем, блин, мне лень сейчас искать. Или поискать. Давайте поищем. Ура, мы нашли картинку. Ну, в общем, после этого обсуждения, то мы понимаем, что у нас... Вообще должно быть... Сейчас, по-моему, неправильно, кстати, прикол. Не, мы хотели умножить на 4, да, нет, все правильно. А здесь уже умножено на 4. А он не может просто сам поставить дочки? Что он не может? Сам может поставить дочки? Не, мы не будем. В смысле? Ну, в смысле, он может сам посчитать. Но, как бы, идея со стрелами заключается в том, что это такой рандомный процесс, и они, как бы, унифицированы... А сам он, может быть, как-то... Может, байз будет, захочет как-то больше воткнуть куда-нибудь еще. Можно под дождь. В смысле, это средневековый рандомайтер такой. Ну, да. Так мне кажется, что история... История какой-то такой, первая история... Сейчас, блин, я даже не помню. Кто-то пытался оценить, то ли бинумиальное распределение, то ли еще что-то. Ну, в общем, это была какая-то история про чувака, который уныло кидал спички. Что-то, да? Не помню. Там как-то он... Блин. Ну, как раз идея примерно та же самая, потому что надо уныло кидать спички, и там как-то получится оценка чего-то. Да, я уже не помню, чего. В общем, это придумали. Это кто-то получил ранение на войне, а, кстати, он лежал в госпитале и маялся от нечего делать, и решил заняться вот этим. Ну, я не помню, конечно. Это какой статистики. Но надо вспомнить, кто это делал, конечно, это хорошее имя. Ну, в общем, вот такая идея, что мы можем... Если у нас есть какой-то процесс, который как-то рандомно устроен, при этом совсем не обязательно, чтобы это было как-то унимодальное распределение, потому что все примеры, которые мы сейчас рассматриваем, это унимодальное распределение. В принципе, если мы исхитримся, у нас может быть какое-нибудь другое распределение. Просто тогда нужно будет делать оценку того, как мы, в чем получаем. Вот. И после этого нам нужно соединить идею марковских цепей и Монте-Карло. Кто может их соединить? Кто смог их соединить у себя в голове, просто узнав, что такое одно, что такое другое? Теперь давайте все подумаем. Ну ладно, я надеялся, что кому-нибудь прикольное придет в голову, и вы изобретете что-нибудь смешное. Скорее всего, не MCMC, но тоже что-нибудь прикольное. Ну, марковские цепи – это просто какая-то штука, в которой значение, которое будет следующим, зависит от предыдущего. Это мы называем марковским процессом. А Монте-Карло – это какая-то штучка, которая просто такой сэмплер. И идея, что при помощи сэмплинга мы можем чего-нибудь оценить. Ну ладно. Сейчас я, естественно, очень плохо слышу, что вы говорите. Ну да, но буквально в той формулировке, которой вы говорите, вы получите симуляцию марковского процесса, и результатом у вас будет граф типа марковских цепей, который мы рассмотрели раньше. и дальше у вас как бы ограниченное число категорий. Ну, давайте я вам покажу шайни, которые я сделал, для того, чтобы соединить эти две идеи. Но здесь мне не нужно вам делать светлее, чтобы вы всё увидели. Светлее нужно сделать вот здесь вот. Ну вот. На самом деле, всё, что я сейчас вам покажу, это не моя идея. Это я подсмотрел в классном видео, которое сделали вообще для стата. Но они объясняли, что происходит. Идея примерно такая, что представьте себе, что у нас есть какое-то распределение. Пока мы ещё ничего ни с чем не соединяем. Мы просто выясняем штучку, как работает эта штучка, и это визуализация. Она называется trace plot, или, ну, в общем, нам это понадобится потом. Здесь есть кнопочка, которая берёт и дальше чего-то делает. То есть, если мы сделаем на паузу, то идея примерно такая, что мы просто берём какое-то значение из нормального распределения. И здесь ничего интересного нет. Мы просто берём, выбрали какое-то нормальное распределение со средним 50, стандартным отклонением 10, и дальше мы сэмплируем какие-то значения и зачем-то соединяем их в одну линию. Пока это не имеет никакого смысла, потому что можно не соединять в линию, а ставить одни точки, это просто сэмпл из нового распределения, ничего, никакого рок-н-сайдс пока нет. Здесь нет ни марковских цепей, ни... ну вот симуляция есть, так что, может быть, Монте-Карло есть, но этого не уверен. Ну и, как ожидается, если мы сэмплируем из нормального распределения достаточно долго, то у нас получается нормальное распределение. И вот здесь вот у нас представлен такой вот график, который сбоку. Я могу даже сделать вот так, возможно. Нет, я ожидал, что он сделает вот так вот. Ну, возможно, это слишком брутально для нас. Давайте жить вот так. И, соответственно, эта штука так и работает. Она просто сэмплирует, соединяет их в одну линию, и получается такая штука. И это мы будем называть TracePlot. Понятно примерно, как это работает? А красная точка просто обозначает последнее значение. Они тоже более-менее... А слева, ну, неважно, это гистограмма, которая просто показывает значение, которое мы насэмплировали. То есть то, что здесь соединено линией, мы взяли и соединили в одной, и получили такую гистограмму. Пока все понятно? Ничего вообще, правда, никакой магии сейчас еще не было. Я ничего не сделал. И дальше давайте возьмем и сюда включим идею марковских цепей. Чтобы включить сюда идею марковских цепей, я скажу, например, следующее. Давайте сыграем в такую игру, а именно у нас каждое значение, которое мы получаем, таким образом, станет средним для нашего будущего, то есть нормального распределения, из которого мы сэмплируем дальше. То есть вот это нормальное распределение начнет прыгать всюду, и вот это вот, в данном случае у нас фиксировано среднее, это 50, а дальше у нас получится так, что оно начнет как-то передвигаться. Соответственно, среднее это просто значение, которое мы насэмплировали перед этим. Стандартное наклонение я всюду зафиксировал. И дальше вот у меня будет что-то такое. Как вы думаете, что получится? Ну, вообще-то она не обязана это сделать, но, конечно, по графику уже видно, что она это сделает, потому что здесь уже все присамплировано. Она может двигаться куда угодно, и она, если совсем не обязательно куда-то убегать, но, конечно же, через какое-то время она начнет убегать вверх, вниз и так далее, но вот эта штука называется просто рандомное блуждание, по-моему. Вот. Ну и понятно, как это устроено. Мы просто берем, делаем сэмпл, и это наш следующий шаг. Ну, это не то, что у нас при очень большом силе шагов Инстаграм получит ситуацию для того, чтобы у вас чуть-чуть заметить, то есть все значения равны ячистосу. Я считаю, что нет. Потому что... Я могу объяснить... Я могу объяснить, почему я так думаю. Возможно, я пошутил. Ну, смотрите, моя идея примерно такая. Значение, которое мы можем получить бесконечное количество. Согласны? Значение просто бесконечное. Значение, которое мы получаем, конечное. Поэтому нормальное распределение, которое мы здесь имеем, в самом начале вот это вот стандартное отклонение 10, является нашим ограничителем. Поэтому оно в каком-то смысле сделает так, что наше значение в каком-то смысле сфокусируется, у них будет какой-то центр притяжения, а не то, что мы... То есть это на самом деле не является процессом, который генерирует рандомное значение от минус бесконечность до плюс бесконечность. Потому что у него есть центр притяжения, который завязан на начальное значение. Вокруг этого значения будет сфокусировано. И даже если он куда-то улетит, ему ничего не стоит потом вернуться. И таким образом, начальное вот это вот блуждание, даже если у нас будет очень много этих самых, все равно как-то вложится. Но это интересный вопрос. Я, конечно же, не умею это доказывать. Но я ничего не умею доказывать. Ну, кроме графических. В смысле, я могу действительно взять и можем взять код этой штуки и запустить эту штуку на, не знаю, миллионе. Но я гарантирую, что мы не получим какую-то коробку. Это очень сложно. Вот. Вот. Это называется случайное блуждание. Иногда такие модели для чего-нибудь используют. Но, конечно же, нам они ничего не нужны, потому что важно, что то, что мы... Оценку, которую мы вот здесь вот получили, она... Ну, не похоже на нормальное распределение с стандартным распределением 10. Надеюсь, вы с этим согласны. Не похоже на нормальное распределение, с стандартным распределением 10 и средним? Или не важно, что какие-то, потому что у меня наша группа вообще не попала на нормальное. Ну, среднее даже, если мы как-то подумаем про начальное значение, там, ну... Оно как-то сформулировано между... Не знаю, давайте скажем, 90. Оно не имеет никакого отношения... Ну, в общем, это просто какой-то пик, хиберест и всё. Я уже вижу крема, если что. В общем, идея примерно такая, что здесь у нас ничего не получается. А если мы делаем MCMC, а именно, чем отличается MCMC? MCMC отличается тем, что там будет какой-то алгоритм использоваться, который будет про каждое распределение, которое у нас есть, придумывать какое-то решение, принимаем мы его или нет. И мы, грубо говоря, будем брать наши новые... Мы берём, сэмплируем, смотрим на это значение и думаем, подходит оно или нет. При этом, как бы, про это можно думать разными способами. Например, представьте себе, что мы берём... Например, представьте себе, опять же, что мы на секунду вернёмся в биосовскую статистику. Представьте себе, что у нас есть prior, что вот это, получается, наш... Ну, в общем... Да, получается, что... Представьте себе, что это наш likelihood в контексте prior. И дальше мы можем просто сравнить и посчитать bias-фактор для них. И на основании него понимать. Это не то, что там внутри, если что. Но мы, например, можем делать такую стратегию. То есть мы каждый раз берём и говорим, типа, нравится нам или нет. Там устроена вообще какая-то более сложная штука. Там они сравнивают... Ну, на самом деле, они получают какое-то значение и дальше его ещё сравнивают. Больше оно некоторого рандомного значения. То есть оно как бы рандомизатор в рандомизаторе. Но, в результате, получается так, что благодаря тому, что мы не все значения принимаем, а только те, которые соответствуют какому-то критерию, эта штука достаточно быстро устаканивается в каком-то значении. И здесь она устаканивается вокруг 50, потому что, ну, я и так сказал. Потому что у меня так устроены были данные. Но при этом у неё самой особого представления об этом не было. И то, что получается при большом количестве, будет нормальным распределением с некоторым нужным мне средним и стандартным оконинцем. Вот эта вот штучка справа, слева, на которую мы смотрим, будет отображать распределение. И, соответственно, вот это уже MCMC. Так что, первое, какая часть соответствует марковской цепи? Мы берём и смотрим на предыдущее значение, какая соответствует Монте-Карло. Мы берём, используем симуляцию для оценки какого-то параметра, а их соединение, это то, что мы берём, для того, чтобы оценить оценку параметра, смотрим на данные, и смотрим на... Ну, в данном случае, можно считать, что мы просто берём, смотрим, насколько оно подходит, мы берём, сэмплируем и смотрим, соотносится оно с тем, что мы ожидаем или нет. И дальше есть какая-то функция, которая будет брать и решать, типа, нравится нам эта штука или нет. То есть... И вот, собственно, будет процесс MCMC. Что-то такими темпами я слишком быстро всё расскажу. Так что задавайте вопросы, пожалуйста. Да. Почему она убегает наверх? Почему она убегает наверх? Вот здесь вот. Ну, потому что вначале я всегда буду колбасить. Мы про это ещё немножечко поговорим. Потому что часть от рандомного блуждания там всё-таки есть. Просто это рандомное блуждание, не любое. В смысле, что у нас было сначала значение какое-то низкое. И оказалось, что если мы скакнём наверх, то оно в контексте наших данных выглядит более вероятным, средним, чем то, которое у нас было внизу. А дальше, возможно, оно хотелось скопнуть наверх, но наши данные такие, ну, нет. Я всё понимаю, но всё-таки. Это они такие, ну вот, не надо. И поэтому я немножко притягиваю к данным. Потом они крутятся вокруг данных. В трейсплод у нас был просто фиксированное среднее, и дальше наша штука просто шла и сэмплировала из нормального распределения. Это никакая не часть. Это мы просто так рандомно... Ну, это штука, которая сделана для того, чтобы вам было проще понять, что это за график, и что на нём нарисовано. Потому что здесь не происходит никакого сэмплирования, ну, в смысле, происходит сэмплирование, но оно просто происходит из одного и того же наблюдения, из одного и того же распределения. И в этом смысле оно как бы не очень интересно. Потому что сэмплирование... Когда мы пытаемся оценить какой-то параметр при помощи сэмплирования, мы можем так делать. Вообще-то я считаю, что если мы нарисуем круг и посыпем сверху горохом, то это будет сэмплирование. И вполне можно считать, что это какой-то Монтекарный процесс. Просто, когда используют MCMC, там всё время есть какой-то алгоритм выбора значений. И есть алгоритмы, которые выбирают одним способом, другим способом. И вот этот алгоритм, который я сначала хотел с вами обсуждать, а потом решил, что всё-таки не буду, это просто такой алгоритм, который позволяет решить, действительно ли нам нравится наше значение в контексте наших данных, которые мы сам плануем. Чтобы не получалось вот такой вот диких шажков, как получается вот здесь. В каком-то смысле это наказание за большие шаги. Потому что здесь эти большие шаги не запрещены, и в результате у нас есть шаги на, там, не знаю, ну, на 25, на 3 стандартных отклонения. Ну, на 2, может быть. Но эти шажки, вот эти вот стандартные отклонения ограничены. То есть, здесь есть вот это вот рандомное блуждание, но они ограничены стандартным отклонениям. Шажок не может быть на 1000. В MCMC, вообще-то, получается так, что, вообще-то, большой шажок здесь может быть. Вы видите сами. Потому что они там, на самом деле, все время почему-то начинают с нуля. Но дальше, здесь в качестве такого вот параметра будет выбираться, то есть, как бы, оно будет притягиваться данными, при этом, насколько сильно будет притягиваться, зависит просто от рандомизатора. Ну, от того, как он будет работать. Почему она не выстраивается в одну линию? Почему она не выстраивается в одну линию? Ну, оно в каком-то смысле здесь очень хорошо сошлось. Обычно так красиво не получается. Дело в том, что линия и не линия это вопрос визуализации. Представьте себе, что я так. Так, представьте себе, что я отрезал все, начиная с 200, например. Тогда у меня на графике будет что-то от 200 до 400, и тогда его расфигачат по всему графику, и просто мы будем видеть вот такую рандомную штуку, которая будет идти. И промежуток, в котором он будет ходить, видимо, будет, там, не знаю, 50 плюс-минус 5, например. Ну, возможно, даже 2. И вот здесь мы вот это, собственно, и видим. То есть, то, что мы видим, это получится 50 плюс-минус 2. И вот. И, собственно, это чаще всего происходит. То есть, чаще всего, то есть, при успешном запускании MCMC вы будете видеть только какой-то маленький, ну, будет кусочек этой цепи, потому что первая часть, из-за того, что ему нужно стабилизироваться в некоторой позиции эквилибрием, ее убирают. И это называется burnout. И поэтому, когда вы будете смотреть на какой-нибудь MCMC, а вы будете смотреть на него через несколько секунд, они выглядят вот так вот. То есть, это 4 такие цепочки, здесь 4 цепочки, для двух параметров. В результате, вот, они выглядят вот так. Бывает неудача, бывает так, что ваша цепь выглядит типа burr, и дальше она взяла и сошлась на чем-то. Тогда вам не повезло. Тогда что-то вы сделали не так в вашей модели. Но вот trace plot выглядит вот так вот, вот он перед вами, вот это уже из реальной модели, будет выглядеть как-то вот так вот. Это вообще идея Монте-Карло сэмплирования. Методы Монте-Карло. Идея Монте-Карло достаточно простая. Мы можем чего-то оценивать, просто делая рандомный, например, сэмпл, например, унемодальный, для того, чтобы оценить какую-то сложную кляксу, которую мы оставили в тетради. Здесь полная понятна включается клякса. И значит, тогда мы уже с ним не перейдем. Все в порядке. Задавайте вопросы. У нас куча времени. Так что смотрите, идея марковских цепей это то, что у нас мы смотрим на предыдущее значение. Идея Монте-Карло это то, что мы при помощи сэмплирования пытаемся оценить какой-то параметр. Соответственно, у нас есть какая-то модель. И мы пытаемся при помощи данных и нашей модели оценить, что у нас будет получаться. И Монте-Карло это такой способ взять и симулировать ситуацию, как у нас было, помните, с экспериментом про человека, который сказал сколько-то с генитилов. Мы просто берем и, грубо говоря, в каком-то смысле берем и просто проводим тысячу таких экспериментов. История с MCMC ровно про это. Что мы берем и проводим тысячу экспериментов только. Результаты одного эксперимента мы базируем на результатах предыдущего. И поэтому получается это марковская цель. То есть мы берем и делаем симулирование, но мы берем и опираемся на предыдущее значение. Здесь есть две проблемы. Первое, которое мы уже упомянули, начальное значение важно и в результате получается так, что в зависимости от начального значения его будет вначале очень колбасить. Поэтому первая часть этой цепочки можно просто взять и выкинуть. Например, первые 500 наблюдений. Типа, если мы саплируем тысячу наблюдений, то взять еще лишние 500 ничего не стоит. А второе, это то, что из-за того, что у нас парковский процесс, у нас есть автокорреляция в наших значениях. То есть значение одно зависит от значения предыдущего. И это легко решается, если мы будем брать просто каждое третье значение. Таким образом мы строим цепь, дальше берем, сжигаем то, что у нас было вначале, дальше оставшуюся берем каждую третью и получается уже и вот получившуюся невероятным образом еще и берет и оценивает параметры, которые мы получили. Но вас не удивляет история, когда мы просто взяли и симулировали кучу ситуаций с экспериментом, который был. Вас вот и не удивляет, здесь в каком-то смысле то же самое, просто те эксперименты, которые мы симулируем, они числовые. У нас есть одно распределение, другое, мы симулируем из этого распределения и у нас есть, грубо говоря, некоторая штучка, которая, если мы, не знаю, нам сказали, работаем вот здесь, а если ты тянешься за конфеткой в другую, то тебя так бьют по руке и так, так, И ты работаешь вот здесь. И у нас есть такая вот просто штука, и вот эти распределения, с которыми мы работаем, они в каком-то смысле вас и ограничивают. Но иногда эта штучка с маленькой вероятностью может сказать, ну ладно, взял и взял. Если вам не нравится, что это автокорреляция? Автокорреляция в смысле, что она коррелирует само с собой. Это термин из геостатистики и временных рядов. Автокорреляция это когда если у вас есть временной ряд какой-то, например, акций. А почему у нас тут они выставлены именно... Ну я понимаю, что мы когда поражаем, генерируем данные с помощью марковских цепей, то у нас получается некоторая порядочная последовательность. Но потом же мы можем просто перемешать. Да, можем. И при чем тут тогда стопорреляция? Ну потому что в наших наблюдениях они все-таки будут... Мы можем перемешать, но они как бы... Номер будет иметь значение. Типа если мы не сожжем первую часть, то понятно, что первые значения там дисперсия например будет больше, чем у тех, которые позже. Можно сжечь первое, а потом перемешать и у нас не будет от этого. Да, потому что сама цепь нас не очень волнует. То есть вот получившиеся штуки будут выглядеть вот так вот. Сама по себе вот эта цепь нас не очень волнует. И в каком-то смысле мы это и возьмем. Мы даже не перемешивать не будем. Мы просто возьмем и все сольем воедино. Вот вам слили. Получаем распределение. Проблема помещает автокорреляция? Ну автокорреляция может взять например какую-нибудь гадость сделать. Если ну в общем давайте я подумаю побольше как на это ответить в чем вообще проблема. Просто смотрите когда когда мы обсуждали историю с чуваком который сказал 100 с генитива в 120 и мы хотели проверить так ли он сделал. то мы когда симулировали эту ситуацию мы симулировали независимые штуки. Мы каждый раз говорили что? В смысле без без возврата. В смысле мы просто брали и симулировали эту ситуацию. И записывали результат. И каждое наблюдение было ну как бы само в себе независимым результатом. А здесь результаты одного эксперимента в каком-то смысле повлияют на результаты следующего. поэтому Я вот на самом деле об этом думала на первом паре что типа если у нас маманская цель и я не знаю там на узла типа можно сходить в три. Мы когда сходили в первый сходили во второй сходили опять в первый сходили во второй у нас на этот момент времени вероятность того что мы наконец сходим в третье она взрастает. Нет как и во всех конечных автоматах они без памяти у них нет никакой памяти поэтому они не знают что они раньше сходили не знаю в какой-то одно это самое это действительно они попадают в состояние и это случайный процесс это а у вас получается вот этот парадокс игрока типа если вы не знаю играете в кости и вам не выпадает тройки вы думаете ну сейчас уже должна выпасть тройка нет не должна ее вероятность все та же я опять же говорю вы но имею ввиду абстрактную вы так что вот сейчас мне кажется вы просто попадаете вот этот парадокс игрока что хорошо в контексте Монте-Карло в котором собственно когда это придумывали было куча казино не знаю как там сейчас казино казино а я не то чтобы хорошо ответил на этот вопрос но вот идея примерно такая что нам хочется считать чтобы наши эксперименты независимы но когда мы сделали один сэмпл это одна точка на этой гусенице я закрою я закрою я закрою зачем мы тогда вообще используем отпуск всякие симпозиции независимо а не независимо каждый раз просто симплируем потому потому что здесь у меня нет хорошего ответа потому что видимо это работает лучше и позволяет как бы немножко ограничить потому что представьте себе что у нас есть какая-то штука многомерная ну или даже не многомерное просто нормальное распределение если мы используем марковскую цепь то она сходится в нормальное распределение а если мы просто сэмплируем из него то мы тоже получаем нормальное распределение но это вот как раз то что у нас было вот здесь это мне кажется вопрос примерно такой почему мы тогда просто тупо не используем почему мы делаем вот так вот зачем нам марковские цепи если можно делать вот так когда мы делаем просто так мы в каком-то смысле считаем что данные устроены только так и никак иначе не совсем статистика нет нет в смысле что сейчас на самом деле мне кажется извините я думаю по дороге в смысле пытаюсь ответить на ваши вопросы и очень хорошо что вы и спрашиваете просто когда мы сэмплируем дело в том что среднее то что нас интересует когда мы сэмплируем из одного и того же нормального распределения мы конечно же получим что-то что будет соответствовать нормальному распределению со средним 50 но мы как бы заранее знаем что оно 50 а мы в каком-то смысле когда мы используем CMC мы не знаем заранее что оно 50 мы даем данные в которых как-то и нашу гипотезу что оно например 50 и он дальше их соединяет в каком-то смысле он их перемножает и дальше рандомно ходит считая что наши данные и наш правер это некоторые обстоятельства дел если это так то тогда давайте возьмем и нагенерим кучу ситуаций которые похожи на вот это и поэтому мы конечно же не используем trace plot но марковская цепь позволяет нам как бы не ну потому что нам как бы получается что у нас связанные наблюдения но это хороший вопрос который я прям хорошо ответить я пытаюсь ответить на ваш вопрос типа почему мы мы можем на самом деле взять и перемножить и начать сэмплировать из него и почему собственно нам нужно ходить при помощи марковской цепи почему это лучше чем просто сэмплировать из перемноженного распределения не знаю у меня нет хорошего ответа почему это лучше это в принципе должно я думаю что это уменьшается ну как бы разброс который получим потому что если мы из всего распределения будем сэмплировать то наша уверенность и разброс должны быть большими тогда но это я сейчас сочиняю по ходу пьесы это интересный вопрос надо мне про него подумать это наша гипотеза и наши данные и эта штука называется алгоритм блин как его ну вот вот этот этих алгоритмов может быть несколько и это какой-то стандартный который использует и видимо который просто математически проще для объяснения MCMC но думаю что там настоящий использует что-нибудь посложнее но это штука которая принимает во внимание наши данные наш прайер и после этого такая и учитывает это и накладывает какой-то штраф и этот штраф тоже ну он не голышом зависит от объединения этих распределений а там есть еще некоторый рандомизатор который ну дополнительный рандомизатор который решает то есть мы сэмплируем значение на то что там оно меньше мы тоже как бы в каком-то смысле решаем рандомизатор то есть там про это можно думать следующим образом что представьте себе что у нас есть пи-вэлью и мы получаем пи-вэлью но решаем что у нас тысячки значима в зависимости от рандомизатора который берет и сэмплирует 0.1 на 0 и говорит типа повезло или повезло и дальше мы провели эксперимент то у вас сам говорит типа ну теперь у нас пи-вэлью с тысячки значима на 0 и вы такие а у нас получилось такое число и тогда вы можете сравнивать но в каком-то смысле внутри метрополис гастингс алгоритм там оно как раз и вшит вот эта вот штучка то есть там есть мера подобная байосфактору которая меряет насколько наше значение лучше или хуже и плюс еще на него то есть получается грубоваря какая-то доля то есть типа если больше одного ну как собственно у нас было в фбс-факторе либо больше одного либо либо от нуля до одного ну потому что там доля действительно доля и получается что дальше мы просто решаем унимодальным распределением типа просто взяв сэмплер действительно ли мы принимаем такое значение или нет вот еще вопросы если думать про автокорреляцию что типа когда мы не выливали нам данность и не взяли каждую третью например а взяли все то вот это пространство где у нас есть объекты оно очень плотненько забито потому что у нас есть какая-то точка есть точка которая не сильно похожа которая как раз автокоррелирует с ним вот а когда мы берем рандомные точки они подальше друг от друга расположены и как бы есть параметры которые связывают похожие точки но эти параметры возникают не из-за того что мы марковская цепь его агенировали данные просто потому что они данные такие подвел и их таким образом ну как бы сам алгоритм Монте-Карло почетче работает потому что почетче точки попадают в одну или другую область не хочется говорить ни да ни нет нужно думать над тем что вы сказали сам метод Монте-Карло каким-то образом ограничивает скачок насколько он большой на самом деле про это можно думать как просто про скачок при этом не важно вот это рандомное блуждание потому что ну хочется сказать ну наверное точки которые рядом они будут похожи вот не факт потому что точка которая рядом с этим она вот такая и вот такая и вот такая то есть они все например ниже нее если мы возьмем какой-нибудь пик а если мы возьмем кого-нибудь в середине то там тоже какие-то может быть большой скачок вверх может быть скачок вниз и так далее то есть там все время есть какие-то скачки иногда большие иногда меньше и они все определенные стандартным отклонением Поэтому, выжигая каждое, там, не знаю, и беря каждое третье значение, ну и в каком-то смысле, да, опять же, у нас нет эффекта игрока. У нас нет такого, что точки, которые находятся рядом, будут следовать какому-то тренду, просто посмотрев, что у нас происходило раньше. Это вот вопрос именно скачков. И в каком-то смысле размер скачка просто алгоритм будет хвалить маленькие скачки и ругать за большие. А скачки зависят от... А скачки зависят от, ну, нашего перемноженного prior-ray like ли худа. То есть, на самом деле, параметры распределения, которые у них там получаются. И плюс еще рандомизатор, который в каком-то смысле... Вот даже если мы сделали какой-то очень большой скачок, есть вероятность, что рандомизатор скажет, ну ладно, окей, и конкретно этот скачок пропустит. Но тогда... Но там все равно будет такой магнит, который такой, типа... Вообще-то мы любим вот здесь вот. Поэтому ты можешь прыгнуть туда, но ты не сможешь прыгнуть выше, надо будет опять возвращаться. Мне кажется, я не знаю, какие-нибудь видео для чайников. Чего, я старался. Я старался, что это... Что это же не приложение станет таким видео. Сейчас смотрите, смотрите видео. Сейчас будет видео. Я просто, мне кажется, я уже запуталась про то, как вот этот график считается второй. Какой второй? Слева или справа? Первый это был, который первая... Который трейсплот? Вот этот? Да. Вот тут понятно, что это считается. Да, тут вообще все супер понятно, я вас понимаю. А там мы объявляем средним просто состояние, в котором мы... Ну, предыдущее является центром нашего нормального распределения стандартного к ним 10. В результате его колбасит. Окей? Что у него очень много свободы, и никто его не бьет по рукам, поэтому... То есть, его бьют по рукам за большие скачки. То, что он сильно отличается от предыдущего. Ну, вот нет, его как бы стандартно... Ну, из-за того, что у нас в каком-то смысле... Вот это важно. Давайте вернемся, например, вот сюда. То, что у нас есть нормальное распределение, говорит, что мы с большей вероятностью возьмем из верхушки и с меньшей вероятностью по краям. Поэтому вот эта штучка бьет по краям, но, видите, ему не мешает это хорошенько скакать. Ну да. А почему оно не мешает? Потому что на самом деле... Потому что у него нет никакого распределения, которое говорит ему, вообще-то мы хотим, чтобы ты был похож на что-нибудь. Он просто говорит, ты должен быть вот такой формы. Это просто нормальное распределение, которое просто берет предыдущее значение в качестве центра. Ну, то есть оно никак не влияет на алгоритм. Да, у нас нет алгоритма, который говорит, бьет по рукам. Этому ребенку все разрешают. Ну, и видите, что с ним происходит. И я чуть-чуть вообще не понимаю, зачем мы это делаем. Мы хотим, чтобы он был по рукам, или нет? Хотим, хотим. Просто не очень сильно. Ну, смотрите. Но до этого было явно сильновато, видимо, да? Смотрите. Здесь никто не бьет по рукам. Здесь просто... Ну, здесь ничего не происходит особенно. Это как бы на самом деле просто мы сэмплируем. Здесь, ну... Я для того, чтобы объяснить этот график, соединился линией. Но на самом деле это просто разные точки, которые никак друг с другом не связаны. Здесь все связано. Но этому ребенку все разрешают. У него как бы есть свои ограничения. Все связано по причине... Ну, потому что мы просто берем предыдущее значение. Что предыдущее значение является центром... Это буквально ребенок. Просто у него ручки маленькие, видите, стандартное откровение всего 10. И он не может дотянуться дальше. Ножки маленькие. Я не понимаю, что это софи того, что здесь должны быть обязательно с этими точками. Мы просто составили следующую точку по предыдущей. Но почему вы для этого должны быть с этими? Ну, они просто связаны. Это не должны просто так делать. Окей. Ну, смотрите. Вы увидите кучу точек. Вы что с ними сможете сделать? Вы же не сможете посмотреть на 10 тысяч точек и что-то про них пополеть. Соответственно, у нас есть ребенок. Этому ребенку разрешают все, что угодно. Он бегает по от минус бесконечности до плюс бесконечности, но шажки у него маленькие, потому что у него стандартное отклонение всего 10. Поэтому это стандартное отклонение 10. Но иногда он как прыгнет вообще, офигеет. Ну, и мы такие, ну ладно, прыгай. А в МСМС у нас есть такой родитель, который такой, ну блин, парень, мне еще тебя потом домой везти, пожалуйста, не убегай. Пожалуйста, вот тебе, не знаю, детская площадка, прыгай сколько угодно, но типа в детской площадке. Ну, в данном случае она в районе 50 и со стандартным отклонением. Она, детская площадка, очерчивается при помощи нашего данных и правера. Ну, это я вам особенно сказать не смогу. Я вам скажу, я нагенерил какие-то данные с нормальным распределением, с старым отклонением 10 и сказал, и запустил МСМС, и сказал ему, парень, вот тебе данные, пожалуйста, сделай мне что-нибудь с нормальным... То есть, как МСМС считается, в целом, сейчас не вникали? Да, в этом мы не вникали, как работает вот этот алгоритм... Блин, вот этот алгоритм. Можем вникнуть, в целом ничего не стоит, просто... Где будет объяснение? По-моему, его не будет здесь. Знаете? А, мне кажется, оно будет вот здесь вот. Я понял, где оно будет. Если мы возьмем вот эту штуку... То эта штука будет устроена так, что у нас есть некоторая штука, которая смотрит на апостриорную вероятность по сравнению с предыдущим. Ну, в данном случае рассматривается случай для бета, ну, бонеточного случая. И дальше, после этого у нас есть еще некоторая вероятность принятия, которая потом сэмплируется из немодального распределения. Мы берем и сэмплируем, больше ли будет оно, чем то, что мы получили, или нет. И дальше будет вот получаться вот такая вот штука. Зеленая значит, что... То есть вот наша математика. Зеленая означает, что все хорошо, красная, что нет. Через какое-то время он начнет фигачить разные значения. Так, вот красная, например. Ну, получается, что вот эта штучка, да, получается 0.88... Нет, ну, типа 0.08. И мы, в результате, берем, вставляем это в нашу бету и в наше биномиальное распределение. И смотрим, ну, на... В каком-то смысле... Ну, мы смотрим на соотношение апостеорного распределения, которое мы видим. И дальше ему не повезло с... Ну, вот дальше они взяли и сказали, что, пожалуй, мы будем считать, что мы все-таки... Ну, когда это число должно быть... Это число должно быть больше, чем 0.2. И в результате вот этому числу не повезло. Хотя, например, на предыдущий это число было, да, типа 0.094. И дальше мы сравнивали его с ним. А здесь, получается, слишком маленькое значение по сравнению с вот этим рандомно нагенерированным. И дальше они просто генерят большое количество чисел, и красные не принимают, зеленые принимают. Получается такой красивый график. И это вот этот вот алгоритм Metropolis Hastings алгоритм. Ничего, поэтому мы записываем это... Записываем? Фух, записываем. Записываем это. Вы когда сможете посмотреть. Ладно, между тем 20... 20 или 30? 37... О, блин, у меня 3 минуты. Все хорошо. И дальше будет введение в BRMS. Я, наверное, вас немножечко задержу, потому что на самом деле то, что я покажу, это очень быстро и просто. И там... Да? Можно перейти на вопрос про NTVC? Да. Вы говорили о том, что он используется для получения... Ну, для поискового апдейта на какие-то сложные определения. Что он дает лайки? Или последнее? Апостериорная. Мы сейчас смотрели уже, наверное, апостериорная. Более того, в каком-то смысле делает очень много байсовских апдейтов, поэтому у нас получается очень много байсовских апдейтов. Вот. Для вычисления всяких сложных статистических моделей есть куча штук, которые... Ну, сэмплеров. Потому что сэмплеры должны быть умные для того, чтобы сэмплировать. Что сэмплер... Написать хороший сэмплер на самом деле большая задача. И, в общем, вот. Про это есть целая история. Есть куча каких-то известных. Есть Bugs, есть Jaxx, есть Nibble, есть Nuts. Мне нравится Nuts. И есть Stun, который, типа, очень популярный сейчас. Сейчас, мне кажется, самый популярный, который я знаю, это Stun и Jaxx, по-моему. Про них есть онлайн-курсы на R, по крайней мере. Они, как бы, становятся отдельными языками программирования. И для них пишут обертки на Python, R и всём на свете. И вот. И сами... Ну, их тоже самих пишут на чём-то тоже очень быстром, типа C++. Но, например, на Java. Кто-то написал что-то на JavaScript. Ну, в общем. Какие-то крупные, мне кажется, которые используются, надо посмотреть, они, скорее всего, на Java или на C++. И если мы возьмём наш регрессионный пример с данными, где у нас есть длительность гласных, то первое, что нужно сделать, это использовать функцию getPrior, которая расскажет, о чём на модели, в каком виде от нас ожидает prior. Дело в том, что BRMS, это там, ну, там на самом деле супер, там тройная обёртка, потому что есть стан, который там отдельный язык, и там очень понятный код, но он на C. То есть действительно понятный. То есть, не знаю, для того, чтобы научиться, ему достаточно 20 минут. Для стана есть обёртка R-стан, соответственно, это пакет, который является обёрткой для сэмплера стан. А BRMS является обёрткой для R-стан, который приводит к тому, что вот этот вот R-стан запускается привычным для R способом запускать регрессионную модель. Соответственно, когда мы используем BRMS, а, и всё, и там есть некоторая история, которую я думал, что я напишу здесь, но, видимо, я напишу потом. То есть первое, что мы делаем, это говорим get prior, и он нам говорит, какие вообще от нас ожидает prior. Здесь я вставляю модель, то есть модель, которую я буду делать, семью распределений, и дальше, то есть это как бы link function, и дальше данные. И он такое скажет. Я ожидаю, что, например, sigma, то есть стандартное отклонение, будет иметь распределение student, intercept и коэффициент при этом. При этом ноль здесь значит, то есть всё, что я хочу здесь, на самом деле, это просто оценить while duration без всего, то есть без всяких предикторов. Но мы по умолчанию будем пытаться, то есть как бы BRMS пытается сделать регрессию от всего. Но так как всё является регрессией, это не очень большая потеря. Ну, теперь мы знаем, что нам нужно. Нам нужно взять intercept, возможно, и дальше вы можете что-то из этого фигачить в качестве вашего prior. Я там в задаче написал, что я хочу сделать в качестве prior среднюю длину 275 с стандартным отклонением 65. Соответственно, вот здесь я пишу normal fit, дальше использую функцию brm, дальше моя модель, которую вы уже видели, семья, данные, prior, то есть, соответственно, prior у меня будет нормальное распределение с этими параметрами, и коэффициент intercept. Я почему-то его просил silent, но при этом он silent не стал, поэтому он вам плёвывает всё, что вы увидите. Вот. Как вы видите, это всё работало 3 секунды, а потом ещё 0,02 секунды, а потом ещё 0,03 секунды. Соответственно, он брал, и чего-то из этого, да, видите, что, видимо, он берёт и делает 2000 итераций, но первую тысячу выкидывает, поэтому мы увидим только 1000. А может, не выкидывает, я не помню. И после этого получается нормал фит, который мы видим, в котором говорится, ну вот у нас есть такая семья, какая-то информация про неё, вот что мы оценивали. В результате он оценил, что среднее у нашего интерсепта будет 89, а стандартное отклонение будет 29, 24, 25. То есть, ну, надо сказать, что я не визуализировал модель, но там как бы у меня prior какой-то очень скошенный вправо, а данные очень скошены влево, при этом там что-то насамплировалось тоже странновато. Вот. И я почти закончил. В результате вы получаете вот такую штуку, где, то есть вы говорите просто plot normal fit, и вы получаете ваши штуки. Здесь важно просмотреть, чтобы ваши цепи были, выглядели такими гусеничками и не падали. Если у вас есть какое-то жёсткое падение, значит, у вас что-то не так со спецификацией модели. Но он, скорее всего, и раньше упадёт. А это постерьерное распределение, которое вы получили. Это для, соответственно, бета, а это для его стандартного отклонения. И вот теперь мы потом можем это как-то использовать. Вот что он нам говорит. Есть несколько способов как-то это использовать, ну, более осмысленно. Получается 89, там, не знаю, средний, медиана, стандартное отклонение, там какие-то квантили он сообщает. И есть другой способ. As drawers are worse. И он просто говорит, ну, типа, вот я ожидаю, что 90 плюс-минус 1, ну, плюс-минус 2, со стандартным отклонением 25 плюс-минус 1. Так она всегда будет меньше. Помните, как мы, как у нас происходит апостриерный апдейт, ну, байсовский апдейт нормального распределения? Если вы вспомните, там сигмун всегда будет меньше, потому что из-за того, что у нас это апостриерное распределение, там как бы precision складывается. Помните, там средняя взвешенная precision. Соответственно, сигма там должна уменьшиться. И последнее, что я покажу сегодня. Вау, особенно интересны ссылки на литературу. О, уже нет. Вау, исчезли. А, вот они. Особенно интересно, что можно сделать. То, что называется post-predictive check. Это мы можем визуально оценить, насколько наша модель соотносится с нашими данными. И вот эта штучка, жирная, это наши данные. Синие линии, это... Ну, мы взяли и с апостриерного распределения нафигачили себе сэмплов. И вот так они выглядят. И вот похоже, что наши данные что-то отличаются от того, что мы получили. Хотя, на самом деле, то, что мы получили, не то, что бы очень страшно. То есть, можно еще раз запретить? Зачем? То есть, это значит, новые данные собрать? Можете новые данные собрать и что-то сделать, да. Но это как бы результат. Почему? Если ваш prior если ваш prior если ваш prior ну, как бы хоть как-то имеет какую-то за собой основу, то тогда я бы не пугался, что у вас там что-то есть какое-то несовпадение. В контексте данных у вас получается вот так вот. Вперед. Ну, у нас была линейная модель, но мы там предсказывали просто интерсепт. Ну, не знаю. Вот такая модель. И на этой решительной ноте я, наверное, хочу закончить. Отпустить вас по домам. Все-таки сложно, да. Я не очень доволен от этой пары, если честно. Видимо, мне нужно делать вот так вот. Единственное, что возможно студентам, которые смотрят запись, можно показать то, что я нарисовал на доске, но я ничего-то суперсложное нарисовал. Что-то такое. А, ничего страшного. Я записывал на микрофон компьютера, а не у Zoom. Вот, на этой решительной ноте я заканчиваю запись.